Четверть века быстрее, выше, сильнее многих на планете. С нашим ног все ок. Олимпийский комитет Белоруссии в международном спортивном движении заметен. Кто может запретить даже бананы? Так ли страшен мелдранат, как малюет Вада? И кому это надо? Банан, который будет, к примеру, способствовать чему-то, там тоже надо, значит, перечень запрещенных. Кто набьет олимпийским золотом карманы белых штанов? Так Рио мой Рио? Или все же нет? Я думаю, что человек 30 у нас железно могут претендовать на попадание на Олимпию. Кто готов позвать мировой хоккейный форум? Хоть завтра все клюшки будут в гости к нам. Серьезная проработка вопроса об повторном проведении у нас чемпионата мира по хоккею. Марафон вопросов первому вице-президенту Олимпийского комитета. Ответы от лета. Максим Рыженков. Актуальное интервью. Прямо сейчас. Максим Рыженков. Первый вице-президент Национального Олимпийского комитета. Помощник президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма. Окончил Белорусский государственный университет, юридический факультет по специальности «Международное право». Имеет диплом Академии управления при президенте Республики Беларусь. Являлся сотрудником посольства в Беларуси, в Израиле и Польше. Начальником отдела ОБСЕ и Совета Европы, Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Занимался баскетболом и греблей на байдарках. Максим Владимирович, поздравляю вас со знаменательным событием, 25-летием Национального Олимпийского комитета. Четверть века организации. По статистике Беларусь входит в двадцатку сильнейших стран в мире, а это на поверхности. А как в самом НОКИ оценивают вовлеченность в олимпийские процессы Международного Олимпийского комитета? Я хочу сказать, что действительно сегодня Олимпийский комитет Беларуси в международном спортивном движении заметен стал. Когда руководители спортивных международных организаций Международного Олимпийского комитета понимают, что во главе нашего Олимпийского комитета всего Олимпийского движения в стране является глава государства, то становится очевидным, что любые вопросы, связанные с проведением соревнований, с участием Беларуси в масштабных каких-то акциях международных, с развитием спорта в этой стране, они просто будут решаться с привлечением всего того мощного исполнительного ресурса, который сосредоточен в руках президента в президентском государстве. И все результаты, значит, мы сегодня видим, они для нас очевидны. Это и развитая инфраструктура, это и развитый спорт, это и привлечение в детско-юношеском возрасте тысяч девчонок и мальчишек. Это постоянная пропаганда здорового образа жизни, в том числе на личном примере. И, конечно же, вот это не может не вызывать уважения и не может не способствовать повышению авторитета нашей организации в международном контексте. Основные торжественные мероприятия по случаю 25-летия Национального Олимпийского комитета пройдут в октябре этого года. В Минске пройдет 45-я Генеральная Ассамблея Европейских Олимпийских комитетов. Насколько важно это событие для Беларуси и почему был выбран именно Минск? Мы сделали очень грамотную презентацию, показали все достоинства сегодня города Минска. Мы действительно полагались и на тот кредитный портфель проведения вот таких масштабных мероприятий в Беларуси, который позволил нам, в общем-то, сразу же снять все вопросы в отношении того, а сможет ли Беларусь вообще провести такое мероприятие. Не стыдно ли ехать туда вот всему руководству спортивной отрасли стран Европы, включая не только сами Олимпийские комитеты, но и все европейские ключевые международные федерации. И планируется также участие и руководство Международного Олимпийского комитета во главе с президентом Томасом Бахом. Вот это вот, я думаю, грамотная политика и персональный точечный подход привел к тому, что наши все конкуренты свои кандидатуры сняли. И даже в день голосования наши ближайшие друзья из Армении тоже сняли свою кандидатуру, причем сопроводив это таким заявлением, что они понимают важность данного мероприятия конкретно для Беларуси. А что даст Беларуси вот это генеральное ассамблее проведения именно в Минске и конкретно белорусскому спорту? Ну, первое, как можно в одно время собрать столько серьезных людей, от которых зависит развитие спорта в международном контексте, только таким мероприятием. Мы планируем организовать серьезнейшую для них программу по посещению всех наших спортивных объектов. Очень трудно где-то кому-то рассказывать о том, что давайте проведем чемпионат мира или Европы по тому или иному виду спорта в Беларуси, если он не видел, не представляет, что такое Беларусь. Мы даже, когда делали свой промо-ролик, в общем-то, использовали такие сравнительные аналоги, когда показывали, что многие из вас, наверное, думают, что страна Беларусь такая, показывая фотографии телег какого-то деда с цигаркой во рту и так далее, или что мы живем до сих пор в таких избах, показывая деревянные избы. И потом тут же демонстрировали все возможности, которые мы представим в случае того, если нам будет это право предоставлено. Мы показывали наши спортивные объекты, показывали гостиницы, квартиру Олимпийского комитета. Когда соберутся такие чиновники все здесь, когда мы их раздавим в дружеских объятиях, когда организованно, а я уверен, мы проведем это на высочайшем уровне, и они окунутся еще в атмосферу праздника 25-летия Олимпийского движения с участием героев мирового спорта, на чего только стоят имена Белова и Медведя, которых знают на пространстве вообще всего мирового сообщества. Я уверен, что завтра нам будет гораздо легче решать любые вопросы по привлечению в Беларусь соревнований самого серьезного и масштабного уровня. Какие топ-соревнования Беларусь в ближайшее время, возможно, будет привлекать к себе? Ну, из последнего, о чем уже предварительная договоренность есть, нам надо только, опираясь на договоренности, имеющиеся, закрепить. Это еще подача соответствующей заявки. Это тот чемпионат мира по тяжелой атлетике, о котором шла речь между встречей Александра Григорьевича Лукашенко с президентом этой федерации, который может состояться в 2019 году. Кроме этого, я еще раз напомню, это Европейский фестиваль 2019. Идет очень серьезная проработка вопроса об повторном проведении у нас чемпионата мира по хоккей в 2020, либо 2021 году, либо 2022. По крайней мере, соответствующие сигналы мы уже в Международной федерации по хоккею определили. И тут как председатель федерации баскетбола, хочу сказать, что мы тоже ведем разговор о проведении в ближайшее время одного-двух масштабных соревнований по баскетболу в нашей стране. Одно юниорского характера, второе, значит, уже взрослого. Гонбалисты во главе с Владимиром Николаевичем Коноплевым очень серьезно работают над проведением юниорского чемпионата мира в Беларуси, опираясь на тот результат, который достигли наши ребята в Рио-де-Жанейро, заняв шестое место. Вернемся в день сегодняшний. В этом году нас ожидают Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Вот с какими мыслями, а быть может опасениями перед главным стартом 4-х летия живет и работает Национальный Олимпийский комитет? Ну, скажу так, главные опасения, они связаны прежде всего со здоровьем наших атлетов. Самое главное, были бы они здоровые, чтобы они пришли к этой Олимпиаде без травм и в хорошей физической форме. Каких-то боязней и другого плана абсолютно нет. Я полностью уверен в возможности нашей команды показать достойный результат. Я абсолютно уверен, что их физическое сегодня состояние, обеспеченность полностью по всем направлениям, по которым ставятся ими вопросы, их тренерами, специалистами, врачами, вот все сегодня решено. За четверть века наши спортсмены на Олимпийских играх завевали 91 медаль. Вот на ваш взгляд, насколько эту копилку могут пополнить наши спортсмены на Олимпиаде в Рио? И какие медальные планы стоят перед нашей сборной? Я думаю, что человек 30 у нас железно могут претендовать на попадание на Олимпию. Если мы так говорим, все-таки хочется вам про эти медали, то я думаю, выступление наше будет получше, чем мы видели в Лондоне. А на сегодняшний день сколько у нас уже есть лицензий? Сегодня можно говорить о 90 спортсменах, которые сегодня уже железно попали на Олимпийские игры. И о выступлении в 62 видах программы. А со стороны Рио не кажется городом, который подходит к играм с олимпийским спокойствием? Эпидемия Зика, преступность, экология и многое другое. Вот что из этого правда, а что ложь? Чего опасаться нашим спортсменам? Первая проблема – это логистика с точки зрения выполнения всех тех стандартов, которые предъявляют для такого рода соревнований по доезду на соревнованиях, по началу матчей каких-то там, по тренировочному процессу обеспечения, по выделению транспорта. Наверное, вот эта тема меня беспокоит сегодня гораздо больше. Я скажу, что с точки зрения транспортной логистики, то вот это, наверное, то направление, по которому местным властям и оргкомитету удалось добиться наиболее существенного прогресса. Потому что на момент получения Рио права проведения Олимпийских игр транспорт был там катастрофический. Сегодня есть специальные линии такого автобусного метро. Будут выделены отдельные полосы движения для всех аккредитованных лиц и автомобилей, которые будут попадать под эту аккредитацию. Сделаны современные развязки и расширена полосность движения по отдельным направлениям. Некоторые спортивные вот эти клястеры, где будут проводиться соревнования, связаны между собой вот такими непосредственными тоже схемами движения. Хотя все равно период попадания с одного спортивного объекта на другой может занимать от 15 до 40 минут, даже при таком вот апгрейте, что ли, спортивной транспортной инфраструктурой. Второй вопрос криминогенности. Ну, за последнее время правительство Бразилии с большего навело хороший порядок в таких неблагополучных районах, так называемые в том числе районы фавел, это фактически какие-то самоуправляющиеся коммуны, где еще до последнего времени боялся показаться одинокий полицейский. Те меры, которые будут предприняты по обеспечению безопасности спортивных объектов, место размещения гостей и спортсменов, они кажутся на сегодня достаточными, чтобы за судьбу наших спортсменов не переживать. Что касается ситуации по вот этим всем заболеваниям серьезным, то тут тоже очень серьезная профилактическая работа ведется местными властями, меры по борьбе с распространителем главного этих заболеваний комаров. Наши спортсмены обязательно тоже пройдут процедуру вакцинации? Да, мы разработали, это не просто рекомендация, это обязательное требование, каждый спортсмен должен пройти эту вакцинацию. Хотя вот в Рио первый раз, когда я был увидел только одного комара за всю поездку, на всякий случай все равно все прививки сделал. Какую оценку вы дадите готовности объектов в Рио? Если говорить откровенно, если бы такая была готовность объектов у нас в Белоруссии за 130 дней до проведения такого масштабного соревнования, в общем-то вы бы разговаривали, наверное, с другим представителем спортивной вертикали нашего государства. Но для Бразилии, я так понимаю, это вполне нормальное явление. Они, значит, все делают не спеша. Может со стороны показаться впечатление, что такие темпы не приведут к своевременной сдаче объектов в эксплуатации именно под эти игры. Но мне кажется, что тот пул иностранных специалистов, позволит все провести в намеченные сроки, издать все объекты, и мы с этой проблемой не столкнемся. Как выглядит Олимпийская деревня на сегодняшний день? Ну, это тоже один из тех объектов, который на сегодня, можно четко сказать, что он уже практически готов к работе. Там есть и бассейн, там есть и зона отдыха, тренировочные возможности совершенно рядом для многих видов спорта. С нами вместе в здании будет жить команда Украины. Спортивный мир то и день сотрясает допинговые скандалы, да и на самой Олимпиаде в Рео обещают взять рекордное количество допинг-пробов. Как у нас на сегодняшний день ведется борьба с допингом? Какие меры предпринимаете? Во-первых, у нас есть целая программа по борьбе с допингом. Очень активно в этом плане работает Министерство спорта и туризма, наше национальное отидопинговое агентство, и национально-олимпийский комитет. Увеличенное количество проб, которые мы берем, все случаи, которые являются предметом самых жестких реакций, самой бескомпромиссной оценки. Да и в целом все вот эти допинговые скандалы, они сегодня дают повод всем атлетам задуматься, нужна ли тебе сегодня медаль, которую завтра придется положить, еще и скандалом и высочайшим позором, как у себя в страны, так и на международном уровне. Вопрос может касаться только, знаете, таких точечных моментов, вот как недавний вот этот скандал по Мельдранату, да, когда, значит, вносят препарат под какими-то надуманными предлогами. Почему надуманными? Потому что пока никто, ни всемирное отидопинговое агентство, ни какие-то зарубежные серьезные клиники не дали окончательного результата. Почему же Мельдранат сегодня надо вносить в категорию, сопоставимую с анаболиками там и так далее, и так далее. То есть в чем его вред для спортсменов? Это препараты, которые сегодня без рецепта продаются и содержат в себе только восстанавливающий эффект, стимулирующий работу некоторых там параметров сердца. То есть на эти вопросы ответов нет. Почему не запрещены аналогичные препараты там американского производства, зарубежного производства, а мы рассматриваем сегодня только этот препарат? Вот это второй вопрос. Но еще и третий есть момент, что уже не столько уже как бы подозрения в адрес атлета, сколько этого атлета защищать надо, потому что он-то ничего не нарушал. Да, как бы с 1 января препарат, но он-то первым мог его употреблять, и сегодня может быть это обнаружено. Поэтому вы посмотрите, что сегодня творится. До 100 атлетов самых таких перспективных, как сегодня говорит ВАДА, подозреваются в употреблении этого препарата по всему миру. Не только Россия, это затронуло атлетов с многих стран. А есть опасения, вот в белорусской сборной наверняка кто-то допринимал мелдронат? Собственно говоря, то, что его принимали, так это однозначно. И сегодня, когда Всемирное антидопинговое агентство делало доклад, то они говорят, что до 20% проб, которые брались в прошлом году на соревнованиях высочайшего уровня, они показывали наличие мелдроната у спортсменов. Но это не было нарушением. И вот на основании этого, наверное, ВАДА и делает вывод о том, что этот препарат, раз его употребляют атлеты, его надо носить запрещенное. Ну, вот парадокс. Завтра начнут есть бананы. И что? Значит, банан, который будет, к примеру, способствовать чему-то, там тоже надо, значит, перечень запрещенных. Мы пока ждем разъяснений и более четкой, ясной позиции ВАДА на этот счет. Продолжение следует...